Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. Прочесть строки известного всем с юности романа, над которым Пушкин работал больше семи лет и называл своим творческим подвигом, люди со всего мира решили не случайно в рамках Дня памяти великого поэта. Редакция российской газеты решилась на отважный шаг записать большую видеокнигу, которая объединит все поколения и народы. «Высокой страсти не имея, для звука в жизни не щадить. Не мог он, Ямба и Харея, как мы не бились отличить». Около тысячи человек из 23 стран мира боролись за право прочесть Онегина. В итоге в пятичасовом рассказе, состоящем из восьми глав, приняли участие 218 человек. Вместе с политиками и артистами, министрами и музыкантами, губернаторами и домохозяйками, космонавтами и школьниками отрыв великого романа в стихах прочла и главный редактор газеты «Амурская правда» Елена Павлова. Мне памятно в другое время. В заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Интересным моментом видеоролика от редактора АП стало и то, что записала она его на набережной, прямо на границе с Китаем. Как призналась Елена, к предложению поучаствовать в народном проекте она отнеслась с волнением. Говорит, ради хороших кадров приобрела книгу и прочла ее, чтобы пропустить роман через себя. Роман прочитала заново, вообще на несколько часов. Пока искала свой кусочек, начала читать, я просто взахлеб и проглотила за несколько часов этот роман. И я поняла, что это очень актуальная книга, что это все про нас абсолютно, что изменилось время, какие-то тенденции. Но в принципе все про нашу жизнь. У меня было две страфы. Это был авторский текст самого Пушкина. К сожалению, он велся от лица Пушкина, от мужского пола. Но это не помеха, это выучила и рассказала. В большом мультимедийном проекте приняли участие также преподаватель Амурского БГПУ из Китая и африканский студент Двоку. Читать это модно, в один голос твердят вокруг. Как поделилась работник Амурской библиотеки, произведения Пушкина во все времена останутся актуальными. Это подтверждает и тот факт, что за его книгами идут как взрослые, так и дети. Пушкина у нас читают на разных языках. Так, например, курсанты Двоку, которые учатся на факультете иностранных военнослужащих, они приходят и читают стихи Пушкина, причем они переводят на свой язык самостоятельно. Таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым или послушным, внимательным или равнодушным. Прочесть всей странной роман стихах по сей день не удавалось никому. Но, как доказала российская газета, это возможно. Ведь когда еще предоставится такая возможность в буквальном смысле всем миром пережить так много поэтических страстей? Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Первый областной телеканал.